Тимур, ну вот что, нравится тебе это дерево? Нет. Почему? Потому что листья пылья. Мне нравится с листьями. С листьями нравится? Да. Живете здесь рядом? Нет, нет. Нет? А вот ваше мнение, это нормально как-то пеленное дерево? Вот это, ну, хорошо ли будет расти? Расти оно будет, несмотря как расти. И сколько лет вопросов? И сколько оно пробросит все это? Ну вот по вашему, просто обывательскому мнению, это нормально как бы озеленение? По сравнению, что было, это не нормально. Ну вот видите, вот там дальше в парке тоже самое происходит. А там еще лучше. Там еще красивее. Ох. Офигеть, что там? Зубы и урсуны. А, вот люди отдыхают вот среди. Вообще прям прекрасно. Дорогу мы сейчас попозже, наверное, с ним. Безвкусица. А пойдем спросим людей. Вообще. Здравствуйте. Балаковский репортер, кипичный Балаков групп. Подскажите, вы вот так сидите, я издалека смотрю, вот среди красоты вот такой ветка. Как-то не смотрите, что вы с ребенком пришли погулять. Вот это вот, как вообще, нормально вас поднимаете? Пришли дрова собирать. А, ну то есть тоже польза как-то, да? Да, веточки. Ну а вы считаете, вот как жить с парком? Это нормально превратили деревья? Ну я так думаю, что это реконструкция парка наверху. Все-таки он же, по-моему, выиграл эту территорию. Я так думаю, что будет все нормально. Ну, то есть вот вы думаете, что деревья эти будут дальше расти? Ну я сижу и думаю, что деревья живые на самом деле. Смотрю, с почками. Зря, конечно, наверное, их спилить. А вы как думаете, когда вот они тень снова дадут, отрастут у них вот такие вот огромные ветки? Спор, нет, я думаю, что это тоже спилить, наверное, или так оставят? Ну это так оставят, я так думаю. Так и оставят, вон. Я в лес пойду. Да, конечно. Ну то есть получается здесь у нас сейчас вот пустыни будет, то есть ново же деревьев никто не высаживает и их не будет. Я об этом думала, да, сейчас. Ну вот, по-моему, это где-то новенькие стояли. Ну это сколько надо? 10-15 лет, чтобы деревья выросли. А в данном случае, то есть те они мы ближайшие, я так понимаю, лет 7-8. Мы не увидим. И дай бог, если эти же деревья вырастут, ну выживут. Ну они вроде ровненько пассажены, я не знаю, не знаю, чем распилились. Живые деревья, все пахнут по-моему. Да, все живое. Слезеньким. Праздники, да. Парни, привет. Балаковский репортер, типичный Балакова группы. Вот скажите, нравится вам тут играть? Да. А как вы вот смотрите по поводу того, что вот с деревьями вот это все произвели? Не нравится. Не нравится? Ходить сложно. Ну а вы считаете, ну ладно, ходить, это ветки сейчас уберут, вот они там убирают как бы, да? А вообще, как думать, деревья эти выживут вообще после того, как их так отпилили? Нет. Ну то есть понимаете, что тени больше здесь не будет никогда. Ближайшие 10-15 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы работник комбинат благоустройства? Или УДХБ? Я помогаю. Помогаете просто, да? На ваш взгляд, как вы считаете, нормально вот так деревья было, то, что отпилили? Нет, это все нормально. Нормально? Они вот весной, они... Они не взойдут. Не взойдут, зайдут, не переживай, зайдут, зайдут, все нормально. В прошлом году тоже делали, тоже там не отошли. Не отошли. Братан, не поверишь, вот это пойдет. А если не зайдет, ну и допустим. Клянусь тебе. Ну это клятвы. Пять деревьев пойдут, все нормально. Я тоже хочу, чтобы они зашли. Ну а если не зайдут, ну вот будут вот пинки. Не будут здесь пинки. Нет, нет, нет. Потому что когда-то не зашло. Вон, вон. Вот не поверите, а вот там... Я тоже не вижу, что их позоверю. Вот работник Удахабая сказал, что он клянется, что это все прорастет. Вот сижу на одной, вот вторая клятва. Вот они. Идут этих клятв полно. А вон еще третий, да. Вон третий, четвертый. Покажу клятву прям... Клятву Гиппократа, да. Просто произведение искусств. Вот смотри. О, вот это. Это... А зеленым, чтобы на фоне травы, да, казалось, чтобы это... Ранний классицизм. А вы директор парка, да? Ну, не директор парка, а заведующий аттракционом. Ну, вот на ваш взгляд, скажите, вот парк выиграл реконструкцию в этот год. Балаковский репортер канал. Вот с деревьями то, что сейчас сделали, это как вообще нормально? Я считаю, правильно. Это правильно? Да, потому что деревья уже вареном состоянии. Перерывский срок, через два года они будут очень хорошо выглядеть. И будет очень приятно, хорошее свежо. Так что это нормально, я уверене. Это можно посмотреть и посоветоваться любым зелеными, которые занимаются деревьями. Это не просто. Я понял. Это же по коммунистическому, как называется, комсомольское, коммунистическое, которое идет на аэропу, этот самый, тот железо здоровый. Там тоже было, видели обрезы? Посмотрим. Там все, они кучерявенькие стоят. Вот можете там ходить, посмотреть одно обрезанное, оно уже кучерявое стало. Они же не дадут веток больших, то есть, они тень не дадут. Почему не дадут? Они поискуются, потом нормально. А сколько вот после вот такой опилотки проживут эти деревья? Не знаете? Я сейчас приехал в ботанический сад поговорить с людьми, кто в этом разбирается. Может быть, есть какое-то этому объяснение, может быть, это нам кажется варварством, а на самом деле это правильно. Давайте послушаем, что говорят профессионалы. История очень простая, она, на самом деле, происходит сейчас по всей стране, но самый последний кошмар, как мне кажется, он случился в Симферополе. Там была красивая набережная реки Салгир, и вся набережная была в Ивах. То есть, это после войны высадили Ивы, вот они так. И в этом году местные чиновники, они решили вот сделать такое вот, как они назвали, кронирование, оставив от Ив вот такие вот большие пеньки. Люди возмущаются, никто не понимает, что это такое. Существует правило создания и содержания зеленых насаждений, где существуют четкие критерии, что можно делать и что нельзя. И вот такая обрезка на пень там не упоминается. Если дерево аварийное, оно подлежит удалению. Аварийное дерево тоже определяется по четким критериям, которые нужно просто знать и выполнять. Естественно, опасные для человека деревья лучше удалить заблаговременно, потому что жизнь человеческая всегда дороже. Что касается конкретно обрезки, то как раз обрезка в европейских странах, в Японии, например, которая является одним из лидеров по формировке деревьев, недаром оттуда пришло искусство бонсай. Уделяется этому вопросу очень большое значение, и эти работы выполняются профессионалами. Даже при омолаживающей обрезке дерево обрезают очень умеренно. По, например, мировым нормативам не более 30% объема кроны может быть одновременно удалено. Ну, а дальше с этими мемами что будет? Дальше они обрастут, дадут массу побегов по стволу, так же, как это поля, и превратятся в уродливые деревья, которые еще 10-20 лет будут бороться за жизнь, медленно угасая. Единственный плюс – это повышение безопасности. Насколько это актуально, сказать сложно. А перспектива однозначная. Эти деревья требуют удаления и замены качественными, красивыми саженцами для восстановления смысла этого объекта, как садово-паркового ансамбля. Те примеры, которые вы показываете, это, я бы сказал, все-таки ужасно. Да, это издевательство над деревом, издевательство над эстетикой не оправдано ничем. Мы, например, в ботаническом саду никогда в жизни бы подобное не допустили, ни под каким видом. И, естественно, это очевидный непрофессионализм и неумение работать с растениями. И полное отсутствие какого-то ни было вообще, даже глобального, какого-то кругозора, что можно делать и что нельзя. Но, по большому счету, конечно, в таких случаях наказание должно было бы быть какое-то последовательное. И подрядчикам, и тем, кто это допустил, и повидел, кто-то это должен каким-то образом контролировать соответствующий департамент. А у нас есть, например, в Москве департамент природопользования. И, в общем-то, он работает довольно хорошо. И я думаю, что, скажем, в Москве такая ситуация маловероятна. Вот такая вот грустная ситуация. Да. Я удивляюсь выдержке моих собеседников, потому что люди интеллигентные, на камеру они вещи своими именами называть не могут. Но, поверьте мне, когда я им первый раз показал фотографии, я видел эмоции на их лицах. Это варварство.